всем привет как же давно я не снимал видео уже прям и соскучился и разучился в общем по станочку буду постепенно наверстывать показывать все что сделал да как делал не буду показывать потому что по большей части не снимал просто не было времени снимать да и станком не было времени заниматься я его просто собирал и все кое-что там фотографировал маленькие видео снимал но основного процесса в подробностях к сожалению нету поэтому увидите наверно только уже готовый результат как он собран работает ли и так далее начну с маленького шкаф вот такой у меня шкаф огроменный 80 на 60 глубиной 30 или 25 25 по моему глубина у него забит под завязку раз покажу частотник автоматы блоки питания шесть штук четыре больших два маленьких четыре драйвера сам контроллер но здесь кнопки выведены внизу соединяющая рейка вернее контакты соединяющий куча проводов порядок еще не наводил окончательный кое-какие провода идут поэтому не надо кидаться тапками меня потому что еще не доделан доделаю все по уму нормально там реле нужно кое-какие еще поставить не все подключено еще вот когда придут некоторые компоненты все подключу тогда и буду красоту наводить уже окончательно частотник дельта на 37 киловатта спиндели меня 3 киловаттный на 380 поэтому частотник дельта на 380 три фазы у него вот сам контроллер и mpg пульт контроллера пульт покупался раздельно сначала у меня была как временная красная платка с алиэкспресс и usb и матч 3 на компьютере все работало все нормально меня как бы устраивало но я стремился какой-то автономности чтобы не держать тут компьютер да не зависеть ну и красная платка матч 3 это такое себе поэтому выбор мой пал на автономный контроллер хотелось чего-то такого непростого более-менее получше но за разумные деньги так скажем поэтому приобрел вот этот дтсс эксперт версия 1.1 от компании digital dreams что еще то парни рассказать ну пульт отдельно как уже и сказала покупался покупался типа как совместимый с этим контроллером но по факту нет пришлось в него залазить перепаивать пару проводочков потом если будет интересно покажу какие и куда перепаять какие сигналы там выходят с контроллера какие из пульта и так далее контроллер с последней прошивкой пришел русифицированные уже поэтому все у него на русском языке описание всех параметров более-менее на понятном русском вот он на побольше немного размером чем дтсс обычный там версии 3 и один вроде у него цветной экран у него тут есть энкодер дополнительные функциональные клавиши вот я взял четырех осевой потому что мне больше не нужно было две оси у меня ось y управляется как бы двумя осями у меня короче два мотора стоит на оси y и вторая ось вернее четвертая ось ось а задействована как слейв от оси y управляется она я не собираюсь там делать обрабатывать какие-то балясины и прочее размеры станочка мне небольшие вот но это как бы все коротенькое видео что я хотел рассказать то что возвращаюсь начинаю информировать о том что сделано показывать прогресс вы по возможности рассказывать какие-то подробности спасибо что посмотрели это короткое видео и всем пока